Сегодня в эфире «Дождя» министр печати и информации Кадыровской Чечни Ахмед Дудаев вышел в эфир и прокомментировал похищение Залимы Мусаевой. Заявил о том, что она находится в Чечне в статусе задержанной. Это была новая информация, которой до сих пор не было. Мы знали, что ее похитили как свидетеля, и с юридической точки зрения ее удержание было необоснованно. И вот сейчас мы узнали, что она находится в статусе задержанной. Давайте послушаем, что сказал Ахмед Дудаев в эфире «Дождя». Где сейчас зарема? Вот, Валерия, значит, мы все с вами, и так называемые якобы правозащитники, мы все юристы. После административного правонарушения, где может быть человек? Конечно же, он в спецприемнике МВД по Чеченской Республике. То есть я правильно понимаю, что сейчас статус Заремы не свидетель по делу о мошенничестве? Точнее, это дело остается, а она задержана теперь? Это дело остается, я так полагаю, там свои какие-то следственные действия, она там проходит как свидетель, но вот за административное нарушение, а если быть точнее оскорбление и нападение на сотрудника правоохранительных органов, это уже административное нарушение. Она, соответственно, спецприемники МВД по Чеченской Республике. Ну, после слов мы все с вами юристы, Ахмед Удаев делает абсолютно безграмотное с точки зрения юриста заявление. Он говорит, что она, Зарема Амусаева, задержана по административному делу об оскорблении и нападении на сотрудника полиции. Сама эта формулировка, в принципе, уже с юридической точки зрения безграмотная, так как нет такой единой статьи, которая бы регламентировала нападение и оскорбление сотрудника. Это совершенно разные две статьи. То есть, напасть на сотрудника при исполнении и оскорбить сотрудника при исполнении, это совершенно разные две статьи. Но самое главное, что это вообще не статьи административного кодекса России, это уголовные статьи. И за это полагается не административное наказание, а уголовное дело и уголовное наказание. Я даже перед тем, как начать свой эфир, перепроверил эту информацию, мало ли я все-таки уже 6 лет как выехал из России, может быть там какие-то изменения произошли в административном и уголовном кодексе. Может теперь это как-то переквалифицировали и оскорбление сотрудника и нападение на сотрудника перестало быть уголовным преступлением и стало административным правонарушением. Но нет, перепроверив, я убедился в том, что вот статья 317 Уголовного кодекса России, это постигательство на жизнь сотрудника правонарушения органа, и статья 319 это оскорбление представителя власти. Это уголовные преступления, за которые полагается уголовное наказание, а не административное. То есть за это преступление, она, Зарема Мусаева, не должна быть помещена в спецприемник по административному правонарушению. Понятно? Она должна быть, по ней должно быть вынесено судебное решение, как избрание меры пресечения за уголовное правонарушение, за уголовное преступление. И, соответственно, ее должны, если суд примет решение о помещении в СИЗО, то ее должны поместить в СИЗО. Если же там, допустим, ее под домашний арест, то под домашний арест, либо там подписка о невыезде. Но это должно быть решение именно по уголовному делу, а не административному. А административное нарушение, это просто оскорбление не сотрудника, а обычного человека. То есть это рекламентируется именно административным кодексом. Если бы, наоборот, сотрудник полиции, например, оскорбил бы гражданина публично, то это было бы административным правонарушением. Но оскорбление сотрудника при исполнении, это уголовное преступление. В общем, абсолютно безграмотный ответ дал Ахмед Дудаев. Ну и в целом это интервью, я рекомендую вам его посмотреть на канале Дождя. Он облажался, на самом деле облажался. Ахмед Дудаев не смог никак объяснить, почему женщина, которую, по его словам, на законных основаниях доставили в Чечню как свидетеля, как она вдруг превратилась, как вообще так совпало, что она, приехав в республику, она становится уже обвиняемой. И по его версии это обвинение регламентируется административным кодексом, хотя на самом деле то, что он говорит, это уголовный кодекс. И как самое главное так совпадает, что после ее доставления в республику, Крамзан Кадыров у себя публикует угрозы в адрес всей семьи и говорит, что они являются экстремистами и пособниками террористов, экстремистов и должны быть задержаны, посажены в тюрьму, а в случае оказания сопротивления они должны быть уничтожены. Как так получается? И очень грамотно его на этом противоречии поймала его ведущая, за что ей респект. Она спрашивала Дудаева, получается, человека привозят в республику как свидетеля по одному делу, а после этого Кадыров делает заявление, что это вся семья, она является какой-то преступной, появляются какие-то сливы из семейного чата, это все вменяется в обвинения, типа там народ возмущен, их могут всех убить и так далее, вот это все происходит. Но факт похищения женщины как свидетеля, это явное указание на то, что главной целью было привести человека в республику. И у нас и так как бы не было никаких сомнений в этом, но сейчас в прямом эфире дождя это подтвердил и министр печати информации Ахмед Дудаев. На самом деле, если бы он был немного грамотнее, он мог бы выехать из этой ситуации, объяснить это, но я не буду даже им подсказывать, как они могли бы это сделать, я переживал по этому поводу, думал, сейчас он скажет вот так и нечем будет крыть, но у него мозгов на это не хватило. В общем, здесь, я думаю, все вопросы над И уже расставлены, в принципе, они теперь не стесняются, хоть они и пытаются как-то действовать в рамках российского правового поля, но у них это делать не получается. Теперь уже все, все маски скинуты, они откровенно занимаются терроризмом и даже не скрывают этого. В общем, из сегодняшнего выхода в эфир Дудаева мы узнали, что Зарема уже в статусе официально задержанной находится в спецприемнике МВД по Чеченской республике и заключили ее туда на 15 суток. Ахмед Дудаев не смог назвать суд, который вынес это решение, он сказал, что он не уточнял этих моментов. Я подозреваю, что никакого решения суда там возможно даже и нет, ее просто незаконно сейчас удерживают, а все, что он сегодня сказал, это может быть будет сделано чуть позже задними числами. Ну, не исключено, что может быть это все действительно решение суда и все это уже есть. Как бы там ни было, все это является фикцией. Мы с вами понимаем, что Зарема Мусаева была просто похищена для того, чтобы взять ее в заложники и через нее давить на семью Янгулбаевых, которых они считают авторами, создателями и администраторами телеграм-канала АДЭТ. И все обвинение в адрес этой семьи, оно построено только лишь на этом канале, на том, что публикуется на канале АДЭТ. Вся причина их преследования, она в этом телеграм-канале и в публикациях, которые есть и публикуются на этом телеграм-канале. Это истинная и единственная причина борьбы с этой семьей. И Зарема Мусаева, она сейчас находится в заложниках, и ей сейчас нужна помощь. Сейчас не место для каких-то разговоров, не время, и не место для разговоров по поводу этих сливов, которые были сделаны кадыровцами в различные там свои подконтрольные им паблики. Сейчас не время это обсуждать, что они там сказали, как они это сказали и так далее. Деятельность их отца и прочие вещи, сейчас это вообще никак не обсуждается. Сейчас обсуждается судьба их матери, которая не должна нести никакой ответственности за действия своих сыновей и за действия своего мужа. Никакой ответственности ни перед законом, ни перед народом, ни перед Всевышним Аллахом она не несет. Это женщина, которая сегодня просто взята в заложники, и первостепенной задачей является вызволение этой женщины из заложников. Очень радует, конечно, что вокруг этой истории есть очень серьезный резонанс. Сегодня даже внешнеполитическое ведомство Европейского Союза выпустило заявление по этому поводу. Призвали российские власти освободить женщину, разобраться в этом вопросе. Это радует. Но, к сожалению, сейчас любой резонанс, любые вещи игнорируются. И мы видим, мы понимаем, что на эти действия Кадыров получил разрешение в Кремле. Тем не менее, есть надежда на то, что давление, международное давление на Кремль вынудит главного деятеля кремлевского чтобы распорядиться о том, чтобы кое-кто в администрации поднял трубку, набрал своего губернатора в Чечне и сказал ему несколько слов, после которых женщину отпустят. Надежда на это все-таки есть. И поэтому давление на этих людей должно продолжаться. Я имею в виду на российские власти, на Кремль. Давление должно оказываться. И эта работа должна продолжаться. Я желаю Мазареме Мусаевой и Янгулбаеву всем родственникам этой семьи я желаю им крепости, чтобы они пережили то, что их сегодня постигло. Понятно, что это очень тяжелая ситуация, когда мать находится в заложниках. Понятно, что на них сейчас оказывается колоссальное давление. И я желаю им крепости, чтобы они прошли через это.